В районе Кимберли вдоль дороги стали появляться огромные баобабы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Для того, чтобы осмотреть достопримечательности этого городка, хватило и одного часа. Пара церквей, супермаркет и парк. Вот и все. У меня появилась довольно странная, если не сказать бредовая идея. Ехать в Кунанару погиб роуд. Эта дорога с гравийным покрытием проходит 450 километров по совершенно незаселенной местности. Машины по дороге проходили, но битком забитые. В форте остановившимся нас подобрать тоже сидело уже трое. За рулем женщины на заднем сидении семейная пара. Субтитров А.Кулакова 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 На западе и севере Австралии можно часто встретить туристов, путешествующих на авто с прицепами и караванами. Иногда они останавливаются на официальных кемпингах, зарядить батареи, постирать, помыться, поспать на чистых простынях. Но значительно чаще их можно увидеть на диких кемпингах. Как правило, это автомобильная стоянка возле дороги, вдали от населенных пунктов, но поблизости с речкой. Именно на такую стоянку мы заехали под вечер. Марк с Лизой запарковали и установили свой караван, а мы рядом поставили палатку. Утром, оставив караван на стоянке, мы отправились в национальный парк Бангл-Бангл. КОНЕЦ 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 Национальный парк Бангл-Бангл или Курнулулу, как называли это место аборигенной народы, Киджа, занимает площадь свыше 200 тысяч гектаров. Большей частью это горы из красного песчаника, в районе хребта название которого произошло отрастущей по всему кимброле травы Бангл-Бангл. КОНЕЦ На протяжении последних 200 миллионов лет, в период дождей, ручьи и речки прорезали глубокие ущелья и создали сюрреалистические лунные ландшафты. Дошли мы до конца ущелья, дальше тупик, дороги нет, надо идти назад. Особая изюминка этих мест – полосатость холмов. Ученые-геологи объясняют их происхождение различным в составе глины. За серый полос отвечает бактерия сине-зеленая алгая. Она растет только в тех местах, где концентируется влага. Там же, где вода не задерживается, бактерии не успевают размножаться, и коррозированное железо создает полосу с ярко-оранжевым оттенком. Ущелье Ехидны шириной в 2-3 метра и высотой до 100 метров поражает и неизвестно, откуда там появившимися пальмами. Кунонара на языке местных аборигенов означает «большая вода». Городу Кунонара можно обойти за пару часов. Супермаркет, почта, церковь, парк с сидящими под деревьями аборигенами. Еще пару часов потребуется на то, чтобы подняться на вершину скалы. По пути можно увидеть стаи черных какаду, а с вершины окрестностей. Больше же там делать нечего. В 60-х годах, когда на реке Орд создали грандиозную систему эрегационных сооружений, воды там стало еще больше. Когда построили дамбу, наполнили огромные водохранилища и прорыли сеть каналов, были созданы условия для развития поливного земледелия. Так, на карте Австралии появился один из крупнейших сельскохозяйственных районов. Ежегодно тысячи сезонных рабочих со всей страны приезжают сюда на уборку урожая. Говорят, больше всего можно заработать на сборе дынь, если, конечно, спина достаточно крепкая. Я обзвонил в несколько окрестных ферм и выяснил, что мы приехали слишком рано. Массовый сбор урожая начнется только недели через 3-4. Массовый сбор урожая начнется. Массовый сбор урожая начнется.